Всем привет дорогие друзья! Устройствами и сервисами Amazon мне доводилось порваться не раз. У меня есть Kindle 3 2010 года выпуска и Kindle 4 2011 года выпуска. Также я покупал приложение в Amazon X-Thor на BlackBerry. Всегда хотелось попорваться единственным смартфоном от Amazon – Fire Phone. И вот он у меня. Знакомьтесь, Amazon Fire Phone. Смартфон с шестью камерами. И он 2014 года выпуска. Отличительная особенность смартфона – 3D интерфейс. Если смотреть на смартфон под разными углами, будет меняться угол изображения. 3D встречается по всей системе. Экран 4,7 дюйма. IPF. HD. По периметру дисплея четыре камеры, которые отслеживают положение вашей головы и меняют угол изображения. Под экраном кнопка «Домой». Сзади стекло. Камера в верхнем правом углу. Вспышка, микрофон, надпись Amazon и логотип сертификации. Сверху – кнопка включения-выключения, динамик и разъем для наушников 3,5 мм. Снизу – еще динамик, микро-USB и микрофон, стилизованный под динамик. Справа – ничего. Слева – кнопки регулировки громкости, кнопка включения камеры и SIM-слот. Там наносим. Смартфон работает под управлением FireOS 4.6.6 на основе Android 4.4 KitKat. Управление системой реализовано по-своему. Действие назад – слайб вверх. Домой – нажатие кнопки под экраном. Посредние открытые приложения – АК-многозадачность. Два раза нажать кнопку домой. Закрыть приложение. Слайб вверх. Также это можно будет сделать в карусели, о которой я расскажу чуть позже. Для разблокировки смартфона – слайб вверх. Слайб вверх – изображение фото. Избранные фото. Их можно добавить. Вместо привычного рабочего стола можно увидеть карусель. Это большие 3D-лайв-пиктограммы последних приложений и дополнительная информация под ними. Если она поддерживается, конечно же. Слайб вверх – меню приложений. Первый рабочий стол – стандартный. Второй – установленный. Тоже все в 3D. Вмахнув фаерфоном вправо с рабочего стола. Либо стандартный в приложении. Можно попасть в быстрое меню приложений. Это магазин, игры, интернет, фото, книги и т.д. Вмахнув фаерфоном влево, можно увидеть виджет погоды, маршрута дома-домой и имейл и перейти в нужные приложения. В одной из них. Например, в погоду. Вмахнув на 45 градусов, мы увидим шторку уведомлений. Например, в приложении «Погода», взмахнув влево, можно увидеть места города и добавить их. Взмахнув вправо, можно увидеть прогноз погоды на неделю. То же самое можно увидеть свайпом влево, вправо и вниз. Android-привожения работают отлично, даже те, которых нет в Amazon App Store, скачиваются в APK файлом. Есть специальное приложение файлей, эдакий Google Lens Shazam от Amazon. Но у нас в Казахстане он не работает, только в Америке. А может быть, просто отключили. Телефону ведь уже 5 лет. Русского языка в системе нет, только английский, немецкий, французский, итальянский и испанский. Смартфон имеет 13-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, фронталка 2-мегапикселя. Есть HDR, умеет снимать панорамы и 3D-изображения. Предмет вращается в кадре на 180 градусов, потом поворачивается на смартфоне. Далее вы можете посмотреть примеры фото, снятые на файерфон. Файерфон имеет 2 динамика, стереозвук. Звук не басистый, но слушать музыку приятно. Автономность самая обычная, день среднего использования. В итоге, смартфон мне понравился. Его фишка 3D-система, работает хорошо. Стоит ли покупать? Если найдете за недорого и это вам интересно, однозначно да. Смартфон не для всех. Сейчас его можно найти на ebay от 150 до 220 баксов. Всем спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Подписывайтесь. Здесь интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!